Ребят, всем привет! Как ваши дела? Как ваше настроение? Чем вы сегодня, выходной день, занимаетесь? Мы опять поехали в лес за грибами. Правда, поехали в другое место. Я ожидала, что здесь ничего не будет, но так и случилось. Я походила-походила, нифига! Так что иду обратно. Увидела поваленное дерево. Думаю, посижу, отдохну немножко, с вами поболтаю. Друзья, у меня вчера подписчица попросила прокомментировать видео Нины, где она всех прощает. Я посмотрела. Знаете, мне её прощение совершенно не нужно. Меня не за что прощать. Я сказала всё, что я думаю. Ничего плохого не сказала. Я не оскорбила. Я сказала только факты. Как один зритель мне написал, всё очень сказано жёстко, но правильно. Возможно, жёстко. Просто меня эта ситуация поразила. Как можно быть таким чёрствым, бесчувственным человеком? Нине ещё осталось нам только грехи отпустить. Её фраза меня просто убила. Что, знаете, сколько... Я понимаю, у каждого своя философия жизни. Кто-то верит в судьбу, кто-то не верит. Я не очень в неё верю, да. Я считаю, что каждый человек кузнец своего счастья. Нина нам сказала. Такая судьба у человека. Сколько кому суждено, столько тот и проживёт. Что бы он ни делал. Знаете, Нин, а вы с Вовой зачем лечитесь? Ну, какая разница? Зачем лечиться? Сколько вам отмерено, столько вы и проживёте. Лечитесь, не лечитесь. Но, тем не менее, вы же поддерживаете своё здоровье. Правильно? Ну, а почему маме нельзя было помочь? Я не хочу слушать то, что мама не хотела лечиться. И тут же она говорит, знаете, мама так хотела жить. Когда человек хочет жить, он делает всё возможное, чтобы продлить свою жизнь. Уж извините за такую тавтологию. Как-то очень странно получается. Например, да, я знаю, что у меня какое-то серьёзное заболевание. Я очень хочу жить, но я для этого ничего не делаю. Но как это возможно? Я не понимаю. В лесу так хорошо, такой свежий воздух, но комары просто уже одолели. Так что я недолго с вами... Не знаю, наверное, у меня будет трястись камера. Я не взяла штатив, и мне не очень удобно держать. Так что я недолго с вами поболтаю. Так что нас не на всех простила, хотя мы об этом её не просили. Она себе придумала оправдание, что это всего лишь судьба во всём виновата. А то, что они палец о палец не ударили, чтобы помочь маме. Это не считается. Привела кучу примеров. Я всё понимаю, всё в жизни бывает. Но каждый человек пытается прожить как можно дольше и делает для этого всё возможное. А как кому горевать, это уж не нам решать. Нин, хотите, выпускайте видео, хотите, не выпускайте видео. Но от этого суть всего происходящего не изменяется. Да, им нужно работать. Я об этом вообще речи не веду. У меня лишь только возмущение, что они не помогли при жизни маме. Ничем совершенно. И сколько дней, каждое видео, мусолится одна и та же тема. Ей уже сколько сообщений написали. Нина, ну хватит, хватит, успокойся. Зачем ты лишний раз Вову, Вове напоминаешь? Понятно, всё равно это его мама. Хорошая она была, плохая, но это мама. И сердце по-любому у человека болит. Да, возможно, он по-своему эту как-то трагедию переживает. Может, не переживает. Хотя она мне на каждое видео говорит, что нужно продолжать жить, начинать заново, раскачиваться. А что в вашей жизни изменилось? Ничего. Мы никаких изменений не увидели. У вас так же. Приготовили, покушали, пошли в магазин, опять пришли, приготовили, покушали. И всё идёт по кругу. Ничего не изменилось. Нина говорит, да, со временем переосмысливаешь, что можно было что-то больше сделать. Да, можно было больше сделать. А не только приносить бесплатный василёк, чтобы сделать рекламу васильку, чтобы был у вас контент, или принести какие-то гостинцы, которые наполовину вы сами же и съедали. Да, ещё она маме купила витамины. Вместо того, чтобы отвезти человека к врачу, чтобы у него была возможность получать бесплатные лекарства, я не думаю, что эти лекарства она покупала сама себе, потому что они, я так думаю, дорогостоящие. Знаете, честно, даже не хочется больше возвращаться к этой теме, вот это всё мусолить. Хочет она это мусолить, ради Бога. Я больше об этом говорить не хочу. Вот как-то противно, неприятно, грустно, что вот бывают вот такие чёрствые люди. Чёрствые по отношению даже не к окружающим, да, не на кому-то сопереживала, когда она читала истории, да, других людей, но своему горю она как-то не особо сопереживает. Ну, это моё личное мнение. Пишите, что вы думаете обо всём. Как я и говорила, у Нины Корона выросла в 2-3 раза. Она настолько потешила своё самолюбие, что её искали, что её потеряли. Она об этом тоже не забывает постоянно в роликах говорить. Таких, как мы, единицы, так что кому что-то не нравится, до свидания. Нина, Ютюб полон блогеров разных, разнообразных. Вы не единственные в своём роде. Понятно, что у каждого человека своё мнение, да, и оно с твоим не обязательно должно совпадать. И тебе нравится. Так же, как и мне пишут какие-то неприятные, да, сообщения, которые, возможно, мне не нравятся. Нина хочет только, чтобы ей писали хвалебные оды. Но так же не бывает. Кстати, защитник Влад, очень любит посещать мой дзен, защищать Нину. Он сказал, какая я мерзкая и противная. Люди переживают, как могут, своё горе. Только как они его переживают, я так, конечно, и не поняла. Он вчера написал, как обычно, длинное сообщение, такое красноречивое, и громко хлопнул дверью, сказал, что больше сюда не зайдёт. Ну, а потом, через пару часов, вернулся. Знаете, как истерическая девица, я ему написала, как истерическая девица, хлопаете дверью, потом возвращаетесь. Влад или не Влад, не знаю уж, как вас зовут на самом деле, но кто вам дал право оставлять ссылки на моём канале, я разрешения не давала. Вы идите к Ниночке, вы идите к Ниночке, оставляйте там свои ссылки, пусть она вас рекламирует, или очень дорого, у вас денежек не хватает. Реклама-то у Нины дорогая, но своих защитников она бы могла пререкламировать бесплатно. Так что обращайтесь к ней. Зачем вы у мерзкого, плохого человека оставляете свои ссылки? Ой, как некрасиво. Кто-то мне написал, возможно, это сама Нина пишет. Нет, Нина так писать не может, у неё, к сожалению, ума не хватит. Кстати, ещё на Ютьюбе мне какая-то постоянно пишет, ой, я не помню, как Ник, но она не пропускает на неё ни одного видео. И каждый раз меня учат, что мне снимать. Но каждый раз заходит и смотрит. Хотя бы одно видео бы пропустила. Вот все вот эти защитники Нины, вот я думаю, неужели не только Нина с Вовой такие, но получается люди, которые их защищают, разделяют их мнение, их образ жизни, значит, получается, они не одни такие. Ребят, пишите, что вы думаете обо всём. Буду очень рада почитать. Меня комары просто съели, так что я пошла, поехала домой, без грибов, очень печально. Всем удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok